Добрый день, дорогие зрители! Сегодня мы хотели бы приготовить плацинты с тыквой. Вначале мы берем килограмм муки, пропускаем через сито, для того, чтобы обогатить немного саму муку, чтобы наши плацинты были пышными, пропускаем это через сито. Затем, что мы делаем? В муку добавляем ложку яблочного уксуса, ложку сахара и щепотку соли. И далее можно разрыхлитель, да, добавляет моя жена, что она добавляет еще разрыхлитель. И также заливаем воду. Воды добавляем столько, чтобы консистенция была теста, ну, как нам необходимо для того, чтобы возможно было из него лепить. Как у вареников. Как для вареников, для пельменей. Тщательно замешиваем наше тесто. Вот оно, какое у нас уже получается. Да, как видим, это делаем мы вручную. Ну, и это происходит качественный замес. Как очевидно, тесто месить нужно тщательно, потому что от качества теста, от качества замеса зависит само качество теста. Насколько оно будет пышным, насколько оно будет приятным и на вид, и на вкус. Так что это нужно делать, как видите, не минутное дело. Поэтому мы ставим на паузу и продолжим затем. Затем делаем вот такой вот рулетик, батончик, чтобы разделить его на несколько частей. Именно столько частей, сколько будет плацент. И, как бы, вот эти части могут соответствовать размеру, может быть, кулака, либо это, скажем, как размер яблока. Так, вот у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, вот у нас получилось десять частей. Десять плацент мы сегодня сделаем. Пока тесто отдыхает, мы займемся чисткой тыквы. Ну, и как это делается, сейчас покажем. Саму тыкву нужно нарезать дольками, как арбуз, например, нарезают. И нарезаем вот так дольками. Затем берем, очищаем семена. Чистим ее от семян. И оставляем только лишь мякоть тыквы. Кстати, семена тыквы мы не выбрасываем, это естественно. Мы их используем так же, как лускать семечки. Их нужно так же на сковородке подсушить. И натощак можно использовать. И так, получаются вот такие кусочки. Чистим их и с обратной стороны, чтобы можно было их натереть на терку. Как тыквы. Так. Поехали. А. Как вы видите, как 뚜껑, нужно покач Stephen choose the head around и тыквы. Так. Как вы видите, как я. пока мы чистили тыкву тесто скажем так отдохнуло и мы продолжаем работать с тестом для этого нам понадобится масло подсолнечное наливаем его на столешницу а сверху на тесто также наливаем масло начинаем его разделывать и ставим это в тарелках оставляем в тарелке и так каждую разглаживаем делаем пластинки из этих шариков диски с помощью масла и вставляем тарелки масло как видим добавляем достаточное количество можно сказать не жалеем здесь масло говорят кашу маслом не испортишь но в данном случае и тесто маслом не испортишь когда закончили все это разглаживать берем аккуратно и переворачиваем в тарелке и продолжает наше тесто отдыхать но уже промасленное тесто чтобы тесто не прилипало к противню вырезаем бумагу для выпекания для запекания специальную и выкладываем ее в противень ну и данную бумагу мы промасливаем много масла здесь не надо наливать так чтобы она просто впитала бумагу это масло ну а также следующим шагом мы берем натираем на терке тыкву для того чтобы ее было удобно распределить в тесте и так мы будем наше тесто отстоялось отдохнуло и мы его так разделываем вот таким вот образом как бы увеличиваем этот диск увеличиваем эту пластинку и таким образом тесто становится как слоеное тесто становится более пышное более приятное и вкусное даже таким образом становится и вот вот как мы это делаем вот как моя жена это делает разделывает тесто увеличивает его оно становится вот таким вот тяну чем таким вот эластичным приятным на вид вот потихонечку понемножку пропорционально увеличиваем наш диск нашу пластинку хорошо нет натянули тесто и раскладываем натертую тыкву на две трети объем площади всей всего тесто для того чтобы вот эта часть была пустая чтобы можно было потом закрутить плацинду и таким образом начинка не вылазит посыпаем сахаром все это на всю начинку и вот таким вот образом по вкусу сахар добавляем очевидно да и закатываем закручиваем это дело аккуратно таким образом чтобы не проколола тесто чтобы оставалось целым пластинка это само тесто и вот подходим к кульминационному моменту закатали закатали и вот этот рулет можем его и сплести как косичкой но для этого нужно может быть не так качественно испечется а мы вот так вот такой вот скобы выклады укладываем в противень ну вот и все наши плацинды готовы прошло 50 минут где-то и вот оно уже у нас на столе мы накрыли немного полотенцем чтобы она медленно остыла это плацинда медленно остыла и готова к использованию можно разрезать вот таким образом мы их нарезаем и готова к употреблению так что приятного вам аппетита всего вам доброго желаем кому оказалось полезным это видео то пожалуйста нажимайте мне нравится подписывайтесь на наш канал будьте здоровы до свидания до свидания прошу только вот kind вы � Продолжение следует...